Всем привет! Меня зовут Татьяна Сергеенко и у меня для вас очень хорошая новость. Наконец-то я начала вязать свое изделие по мотивам Брунелла Кучинелли. Да, девчонки, вот мой процесс, вот мое начало. Уже начало есть, поэтому будем его заканчивать. И хочу сразу сказать, что это будет за изделие. К сожалению, это будет не джемпер. Знаю, что большинство из вас проголосовало за джемпер, но сейчас объясню, почему это будет жилет. Если вы помните, я в одном из предыдущих видео, ссылочку оставлю в описании под видео, показывала свой ящик недовязов, то, что хочу перевязать, распустить. И у меня была вот такая кофта, связана резинкой 2х2 из ланы голд классической, цвет джинсовый. Я не помню, какой он под номером в цветовой палитре, но я обязательно посмотрю в интернете и подпишу этот цвет. Так вот, девчонки, эту пряжу я пустила на изделие, которое не закончила, и я вам говорила, что хочу его распустить, что-то другое связать. Я решила перевязать, немного опустошить свой ящик недовязов и с этой пряжи связать плечевое изделие. Я так поняла, по тому количеству вывязанного, что у меня было, у меня, наверное, было всего лишь 3 или 4 моточка. К сожалению, этой пряжи на джемпер мне не хватит. Я вот начала распускать, я мотки не перематываю в клубочке, я сразу вяжу с изделия, распускаю и вяжу. Мне так просто проще. Затем, когда я уже буду стирать, все петельки у меня выровняются. Вот получается, я вяжу, точнее, перевязываю уже из пряжи, которая была в работе. Так вот, только из-за этого я вяжу жилет. Так мне тоже очень сильно хотелось джемпер. Но ничего страшного, мы еще с вами свяжем джемпера и, конечно же, не один. Поэтому давайте сейчас я вам хочу рассказать и показать, что и как я вяжу. Так, пряжу я вам уже сказала. Это Alize Lanagold Classic в 100 граммах 240 метров. И по составу это шерсть с акрилом. Цвет, номер цвета я подпишу в описании под видео. И давайте по поводу моего количества петель и как я вообще начинала вязать. Я уже говорила в одном из видео, что самый любимый мой способ набора петель на данный момент это фабричный край. Поэтому здесь я сделала точно так же. Вот набрала петли, чтобы у меня получился фабричный край. Изначально я набирала петли для фабричного края на спицы 4,5 миллиметра. Я его связала. И когда уже перешла на резинку 1 на 1, я спицы поменяла на 5 миллиметров. Я связала резинки уже, если честно, я и не помню сколько рядов. Сейчас посчитаем. Так, 16 рядов у меня провязаны резинки 1 на 1, а дальше я перешла уже на узор. И когда я начала вязать узор, я взяла еще одни спицы 5,5 миллиметра. Получается, наборной ряд у меня, фабричный край спицы 4,5 миллиметра, резинка на пятерке и узор 5,5. Все, дальше я вяжу на спицах 5,5 миллиметра. У меня всего 83 петельки. Если посмотреть на мой образец, который я вязала вместе с вами в одном из предыдущих видео, мы можем увидеть разницу, посмотреть, какие здесь мелкие вот эти листики и какие листики на моем изделии. Они немного крупнее. Это из-за того, что разница в размере спиц. Образец, по-моему, я вязала на спицах 4,5 миллиметра, а свое изделие я вяжу на спицах 5,5. Я решила взять спицы покрупнее, чтобы у меня ширина получилась изделия побольше. Этой бы ширины мне не хватило. Я хотела, как в оригинале, чтобы у меня три дорожки с листиками было. Одна центральная и две боковые. Плюс у меня вот эта сетка, также четыре дорожки в начале, две посередине и в конце. И, как в оригинале, там у нас с краю, сбоку идет еще три петельки лицевыми петлями. Вот я набрала и с одной, и со второй стороны три лицевые петли. И вот, что у меня на данный момент получилось. Если посчитать количество петель, давайте вместе с вами сейчас посчитаем, у нас, вот так я буду писать, начало ряда, это кромочная, я буду так и писать, одна петля, это кромочная, дальше три лицевые петли, вот три лицевые, дальше у нас идет сетка, но перед сеткой в начале у нас одна петля для симметрии, вот один и плюс восемь. Я так и напишу, один плюс восемь, это петля для симметрии, восемь это наша сетка. Дальше у нас идет основной узор, раппорт узора в ширину, 14 петель, плюс четырнадцать, дальше у нас идет сетка, здесь уже петлю для симметрии мы не берем, значит плюс восемь. основной узор плюс 14 сетка плюс 8 основной узор плюс 14 сетка плюс 8 и в конце ряда смотрите когда мы провязали сетку здесь я добавила еще одну петлю для симметрии изнаночную чтобы было симметрично как в начале ряда вот значит получается плюс 1 плюс 3 это 3 лицевые петли и еще плюс 2 кромочные 1 в начале ряда вторая в конце ряда и в итоге у меня получилось 83 петли вот я набрала для своей жилетки 83 петли размер у меня 42 44 этого количества петель будет недостаточно на данном этапе я свой джемпер ну свою жилетку еще не стирала но я ее немного отпарила паром чтобы посмотреть достаточно ли будет ширина или нет все-таки когда я вяжу еще из перевязанной пряжи то ширину плохо измерять так как петли все неровные полотно немного собирается поэтому я немного отпарила и хочу сейчас померять вот ширину изделия но у меня где-то но она еще выровняется вот эти лицевые петельки они выровняются после стирки после отпаривания ну где-то будет 48 даже 50 сантиметров окружность груди у меня 88 сантиметров поэтому этой ширины мне будет достаточно полуокружность 50 значит получается 100 сантиметров вот еще и со свободой облегания ну понятно что жилет под своим весом будет немного тянуть вниз и жилет не будет сильно висеть на мне он будет как раз нормальный вот на данном этапе я уже провязала сейчас скажу в сантиметрах и по схемах у меня сейчас провязана 31 сантиметр если брать это 25 сантиметров это у меня основной узор и 2 4 6 и 6 сантиметров это у меня резинка если смотреть на схему основного узора он у нас высоту 8 рядов 1 2 3 4 5 6 7 8 схем я провязала вот я повторяла вот эти восемь рядов уже повторила восемь раз вот здесь я написала спицы чтобы не забыть четыре с половиной это фабричный край пятерка это резинка 11 и 5 и 5 основной узор вот я сейчас вместе с вами хочу провязать первый ряд еще раз показать чтобы вы не запутались как я считала петли где у нас идут петли для симметрии где у нас идет сетка где основной узор но я старалась связать приближенно к оригиналу да на оригинале я знаю пряжа потолще вот этот рисунок там побольше у меня будет он мельче и у меня этих рисунков будет больше но ничего страшного по количеству петель я думаю что я как раз попала в точку как раз так же как и на оригинале вот по поводу жилета смотрите это у меня одна полочка буду скоро начинать ну как это довяжу до вторую полочку принципе вяжется он быстро я уже вяжу восьмую схему узора я уже почти не смотрю на свой рисунок я уже по памяти вижу могу иногда подглянуть но а так в принципе так если смотреть то узор нам кажется сложным но когда мы вяжем его он хорошо запоминается ну может у это у меня так но я его уже запомнила я могу вязать без схемы вот что у меня получается девчонки многие хотели джемпер я знаю ну я исправлюсь пусть это будет не покучен или но какой-то джемпер мы с вами свяжем а тем более у нас есть джемпер кошачьей лапки его тоже нужно закончить там кстати осталось мне связать только рукава поэтому скоро и джемпер у нас выйдет на канале ну а сейчас мы будем разбирать нашу жилетку да я думала чтобы докупить пряжу и связать рукава но так как это пряжа уже была в использовании нить уже тоньше и мне не хотелось чтобы рукава выделяли чтобы они были потолще поэтому я решила вот вывязать просто ту пряжу которая у меня есть и связать жилет чтобы у меня уже немного освободилась коробка с недовязываем вот ну изнанку я вам показывала изнанка здесь как обычно до изнаночные петли вот так выглядит наша изнанка ну и вот так красиво смотрится наш узор вообще красота пряжа стала тоньше и у меня жилет такой получается легенький и невесомый как раз на блузочку будет самое то сейчас хочу предложить вам вместе со мной связать первый ряд и немного разобраться по схемам как мы будем ориентироваться вот смотрите первый ряд как мы будем вязать у нас идет кромочная 3 лицевые а дальше будем начинать вот первый узор давайте я вот так подпишу это первый узор сетка это второй узор основной узор вот мы снимаем кромочную вяжем 3 лицевые петли 1 2 3 дальше начинаем первую схему сетку вяжем у нас вначале идет петля для симметрии а дальше схема узора сетки 2 лицевые накид 2 вместе за заднюю стенку 2 лицевые накид 2 вместе за заднюю стенку все сетку я связала схему сетки я связала дальше начинаем основной узор у нас 14 петель 1 изнаночная 4 лицевые 1 2 3 4 2 вместе с наклоном вправо разворачиваем вяжем 2 вместе лицевой за переднюю стенку 2 вместе лицевой с наклоном влево за заднюю стенку дальше вяжем 4 лицевые петли 1 2 3 4 1 изнаночная я связала первую схему основного узора дальше мы чередуем сетка основной узор сетка основной узор но петлю для симметрии мы не берем только 8 петель узора начинается 2 лицевые вяжем 2 лицевые накид 2 вместе лицевой за заднюю стенку 2 лицевые накид 2 вместе лицевой за заднюю стенку я связала схему сетки дальше у нас идет схема основного узора изнаночная 4 лицевые 1 2 3 4 2 вместе с наклоном вправо разворачиваем за переднюю стенку вяжем 2 петли вместе 2 вместе с наклоном влево за заднюю стенку 4 лицевые 1 2 3 4 1 изнаночная я связала основной узор дальше начинаем вязать сетку без петли для симметрии начинаем 2 лицевые вот наш узор 2 лицевые накид 2 вместе с наклоном влево 2 лицевые накид 2 вместе с наклоном влево узор сетку я связала дальше у нас основной узор 14 петель изнаночная 4 лицевые 1 2 3 4 2 вместе с наклоном вправо 2 вместе с наклоном влево 4 лицевые 1 2 3 4 1 изнаночная я связала схему основного узора дальше у нас осталась сетка это последняя схема которую мы провязываем 2 лицевые накид 2 вместе с наклоном влево 2 лицевые накид 2 вместе лицевой с наклоном влево все я связала полностью схему узора сетки дальше в конце ряда мы также как и в начале вяжем петлю для симметрии это у нас 1 изнаночная и 3 лицевые это дорожка из лицевых петель кромочная изнаночная все у нас идет симметричный узор изнаночная для симметрии в конце ряда изнаночной для симметрии в начале ряда и как раз это изнаночной мы разделяем наш узор от лицевых дорожек вот что у меня получается полностью узор я вязать не буду я просто показала как я распределила узор на своей жилетки узор как вязать мастер-класс у меня есть он подробный ссылку оставлю в описании под видео кто еще не вязал не пробовал и собирается вязать вместе со мной жилет переходите по ссылочке смотрите там полностью все рассказала как правильно нужно вязать узор да хочу еще сказать по поводу размеров если у вас плотно совпадает как у меня вяжите точно по моим расчетам если вам нужно на размер на 2 больше чтобы не менять схему чтобы у вас было также 3 дорожки основного узора 4 узора сетка чтобы у вас было как в оригинале но потому же количество петель как у меня вам нужно взять просто пряжу потолще и соответственно спицы вы берете толще и у вас уже немного шире получается ваше полотно или если у вас пряжа такая же как у меня и по плотности вы не попадаете или у вас больше размер как можно исправить эту ситуацию смотрите девчонки можно вместо одной изнаночной вот здесь между основным узором и сеткой вязать 2 изнаночные получается вот для симметрии можно взять две петли вот раз два три четыре пять шесть семь восемь у нас изнаночных дорожек да вот этих изнаночных петель это если вы возьмете вместо одной по две петельки у вас уже на восемь петель будет больше соответственно можно провязать не две схемы сетки а 3 это еще плюс 4 петли до каждой схемы сетки 4 4 4 и 4 8 16 петель плюс 16 петель можно вот таким образом увеличить размер провязать не две сеточки да не чтобы было не две дорожки сетка а 3 или добавить изнаночных петель можно добавлять не только чтобы было две петли можно добавить и 3 петельки зависимости на какой вы размер будете вязать я думаю вы это уже сможете самостоятельно подобавлять да или еще одну дорожку в каждой схеме да там где у нас сетка добавить вот плюс 4 петли до каждой сетки или добавить по одной петельки или по 2 до изнаночных петель ну или можно вначале провязать не 3 а 5 петель также вас плюс 2 и 2 плюс 2 и 2 петельки будет плюс 4 петли до вашей ширины изделия вот это то что я хотела вам показать хотела просто поделиться с вами своим процессом когда я дойду до прой я начну записывать подробный мастер-класс чтобы вам подробно все рассказать и показать как я буду вязать пройму как я буду ее обвязывать и соответственно как я буду закрывать петли для горловины вот у меня на этом все всем спасибо за внимание надеюсь вы также будете вместе со мной вязать такую замечательную жилетку и будете делиться своими результатами всех люблю целую до скорых встреч всем пока